Часто, когда мы говорим о кризисе, у нас возникают негативные ассоциации. Само слово «кризис» стало неким сигналом к тому, что надо мобилизоваться и приготовиться к большим потрясениям. Особенно, если речь идет о деньгах. Тех самых, что заработаны непосильным трудом. Но нужно помнить, что кризис – это еще и хорошая возможность для роста. Так может быть сейчас то самое время, когда стоит разбить копилку? Или нет? В одном из кряженских магазинов бытовой техники и электроники сейчас пустынно. О том, какой ажиотаж здесь творился месяц назад, уже ничего не напоминает. Место продано технике заняло новое, ценники тоже обновились. Собранное за границей подорожало примерно на 70%, сделанное в России – в среднем на 30%. В декабре первой неделе никто ничего не понял. Потом неделя была полной, ходили все и брали все, что можно. А потом все, люди успокоились, поняли, что надо что-то делать, потому что стало все очень резко дорожать. В последнюю неделю декабря, в принципе, уже так все спокойно, как обычно декабрь, можно сказать. Какие товары раскупались в первую очередь? Холодильники. Люди брали по два, по три, запас, два холодильника, два телевизора и еще чего-нибудь, что осталось сделать. Потом они не знали, что с этим делать, но брали в основном крупную бытовую технику. То есть маленькие вот телефоны, планшеты, они как бы вообще, люди не запасались никак, люди брали то, что нужно для жизни. В декабре бытовую технику скупала вся Россия, но быстро осознав излишки в доме телевизоров и холодильников, счастливые владельцы быстро ринулись на вида распродавать их подокризисным ценам. Вряд ли кто-то сумел извлечь хорошие дивиденды из этого, зато тысячи граждан получили возможность купить уже поддержанную, но не работавшую технику по комфортной цене. Другое дело автомобилей. К новому году коряженцы активно скупали бюджетные и престижные модели. Это также соответствует общероссийской тенденции. Но за кратковременным импульсом рынка последует заметный спад. Эксперты прогнозируют, что в 2015 году продажи сократятся минимум на 10%. Так стоит ли вкладывать средства в автомобиль и что выбрать, новый или поддержанный? Ситуацию комментирует архангельский бизнесмен Владимир Толкский. Дело в том, что автомобиль как вложение средств вообще рассматривать не стоит. Потому что так или иначе ты не вкладываешь средства, ты приобретаешь что-то, что будет впоследствии дешеветь. Любой автомобиль, тем более новый даже, он только выехал из автосалона, он уже стал автомобильным с пробегом. Бывшим употреблением. Он тут же подешевел через 100 метров пробега. Если вы давно собирались, но никак не могли собраться и купить машину, прекрасно отдавая себе отчет в том, что это не сохранит ваши деньги, вы их просто потратите, тогда, конечно, покупайте. Но, опять же, всегда склонялся к мысли о том, что лучше покупать автомобиль с пробегом. Не очень старый, но, тем не менее, БУ. Потому что он не будет так сильно дешеветь. И, в конце концов, есть вероятность потом продать его за те же самые деньги, за которые ты его купил. Тогда, быть может, стоит вложиться в недвижимость? Жилье всегда в цене, спрос на него стабилен, а свободную жилую площадь можно сдать и, опять же, извлечь из этого выгоду. Это действительно хорошее вложение средств, но оно требует серьезных капиталовложений. После нового года спрос на недвижимость в коряжме несколько вырос, а вот продавцы расставаться с жильем не спешат. Со стороны продавцов наблюдается обратная ситуация. Количество вариантов уменьшилось по сравнению с прошлым годом, даже с концом прошлого года. То есть это объясняется тем, что кто хотел, он успел продать. Большая часть людей боятся продавать квартиры, поскольку те деньги, которые они выручат за продажу, вполне возможно, что они не смогут их потратить, не успеют, ибо их будет, опять же, недостаточно. Если говорить о конце 2014 года, то в среднем те же самые люди, то есть продавцы, не увеличивают стоимость своего жилья, продаваемого, на 200-300 тысяч. Но реальный уровень рыночных цен, то есть тех цен, по которым сделки проходят, составляет приблизительно 100 тысяч. Некий риск здесь действительно присутствует. Ведь расставшись с жильем, и внезапно обретя крупную сумму денег, бывший владелец недвижимости должен ее немедленно куда-то вложить. Разумно предположить, что это может быть счет в банке. Как сообщил собеседник нашего информагентства в одном из банков города, ажиотажа, связанного с открытием счетов, нет. Работа идет в обычном режиме. Я считаю, что в кризис, особенно в кризис, деньги должны работать. То есть держать их в кубышке, в какой-то трехлитровой банке под кроватью, естественно, смысла никакого не имеет. Нужно искать возможности их применения, поскольку деньги как были, так и остаются инструментом. Инструментом их преумножения. Потому что инвестиции это и есть, да, вложение средств с целью извлечения прибыли. Куда вложить? Ну, сейчас даже банально в банке дают очень неплохой процент по депозитам. Есть замечательная возможность вложить деньги в акции недооцененных компаний. То есть какие-то компании, которые сейчас просили по каким-то временным причинам, я сторонник того, что сейчас можно пристальное внимание обратить на Башнефть. Если говорить о валюте, в которой стоит храниться в избережении, очевидно, что это доллар. Евро сейчас находится не в лучшей форме. Да и ситуация в еврозоне весьма неспокойная. И это тоже отражается на курсе. Правда, и здесь есть нюанс. Если Россия и Китай перейдут на расчеты в национальных валютах, доллар может ослабнуть. И те, кто рассчитывал на серьезные дивиденды, вкладывая средства в американские деньги, запросто могут их потерять. Выходит, это уравнение с множеством переменных. По поводу потребительского спроса, роста цен, снижения реальных доходов населения. Да, это все будет иметь место. И люди опасаются, что там все будет страшно дорожать. Да, инфляции будет. Но прошу помнить о таких простейших законах экономики, как спрос и предложение. Если реальные доходы населения падают, они начинают меньше потреблять. Если потребление падает, соответственно, будут падать и цены. То есть здесь паниковать, сходить с ума, бежать, закупать крупу, гречку, макароны, консервы и патроны я бы сейчас тоже не стал. Ясно, что экономическая ситуация сейчас непростая и неопределенная. Ясно и то, что придется привыкать к новым ценам. На бытовую технику, автомобили и даже продукты питания. Главное здесь не поддаваться общей панике, сохранять спокойствие, а если действовать, то действовать продуманно и решительно.